Памятнику лесозаводчанам быть. В Наринмаре для заключения договора на изготовление и установку бронзового памятника приехал скульптор Игорь Чумаков. Согласно документу, мемориал работникам Печорского лесозавода должен украсить парк микрорайона до 15 октября 2017 года. Однако у жителей микрорайона есть опасения. К юбилейной дате предприятия Стелла Полари в 2018 году могут не успеть. Игорь Чумаков работает с Ненецким округом не первый год. Автор памятника участникам локальных войн, реставратор обелиска Победы знает, насколько трудоёмка работа по установке памятников в Заполярье. Мемориал лесозаводчанам не исключение, но первые и самые главные шаги уже сделаны. На встрече с ветеранами скульптор рассказал о работе над проектом. В мае закуплен необходимый материал и завезён в Смоленскую область. Именно там будет изготавливаться бронзовая скульптура. Вчера мы подписали договор. Это уже одна из самых важных стадий. Потому что под договор даются деньги, выделяются, которые есть реально. Ну и все условия описываются. Все работы прорабатываются. Я сейчас выясняю по поводу привозки, потому что это сложности. Всегда были в Наринмаре. Готовую скульптуру по частям привезут в Ненецкий округ и соберут в парке юбилейный на лесозаводе. В мае там ещё раз побывали активисты и определили точное место установки. На территории необходимо сделать подсыпку и укрепить грунт. Но сегодня работы не ведутся. Ветераны беспокоятся. К осени могут не успеть, и процесс опять затянется. Основная масса наших ветеранов в таком преклонном возрасте, что как бы уходят в мир иной. И хотелось, чтобы они поучаствовали на открытии этого памятника. И ушли со спокойной душой. В 2018 году труженики Печорского лесозавода будут отмечать 115-летие со дня основания предприятия. На момент закрытия там числились порядка 500 человек. Среди них ветеранов труда 300. Они отработали в лесопромышленной отрасли 30 и более лет. Сегодня 135 ветеранов с нетерпением ждут установки памятника своим коллегам и единомышленникам. Илья Чумаков и председатель окружного собрания депутатов Анатолий Мяндин заверили, в 2018 году памятник будет установлен.